Оперативка началась с подведения итогов работы служб в праздничные дни. В этой части главы района были отмечены сотрудники жилищно-коммунальной сферы, как справившиеся с поставленной задачей. В период проведения годних праздников на территории Ленинского района обеспечена безаварийная работа инженерных объектов инженерной инфраструктуры. Организована своевременная работа по очистке и уборке муниципальных дорог, внутриквартальных дорог. И в остальных системах жизнеобеспечения граждан района нарушений не наблюдалось. В штатном режиме работали учреждения здравоохранения. Но на сегодняшний момент в этой отрасли есть одна проблема, требующая скорейшего решения. Ее озвучила заместитель главы администрации Ленинского района Надежда Дземкина. Не могут кареты скорой помощи подъехать к пациентам, не могут пациентов вынести, которые должны выноситься на каталках. Это микрорайон 6. Они просили, чтобы обратили на это очень серьезное внимание и сделали хотя бы односторонние движения. Также Надежда Ибрагимовна рассказала собравшимся о вводимом новшестве. С этого года во всех поселениях будут проводиться социальные недели. Специалисты социальной сферы будут помогать жителям решать все проблемы на местах. К примеру, такие как лекарственное обеспечение или назначение социальных пособий. О внесении изменений в закон Московской области в части базовой ставки арендной платы за земельные участки на оперативном совещании говорил Игорь Рубищев. В цифрах, чтобы вы понимали, если в городском поселении видны, изменен 49 рублей за квадратный метр на 54 рублей за квадратный метр. В горках Ленинских 47 рублей за квадратный метр до 51. То есть цифры повысились порядка на 10% в усамблении. С 5 января Ленинский район юридически оформлен в своих новых границах. В связи с обширным жилищным строительством он растет по численности, соответственно, на особом контроле строительства соцобъектов. В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию еще дополнительно 300 тысяч квадратных метров жилья. Это в городе Видное, в поселке Горки-Ленинский, Булатниковская, Молковская, Володарская, за хостом имени Ленина. В том числе 5 детских садов на 770 мест. В строящей части 6 микрорайона Видное, с 285 и 140 мест. В поселке Володарская, 120 мест. Сельское поселение Булатниковская, два детских садика. Я пользуюсь случаем. Вот эту программу, смотрите, строительство жилых садов, детских садов. И, соответственно, реконструкции, расширения. Вот Ольга Федоровна, вас тоже имею в виду, что вы включаете. То есть вы отвечаете головой. 1 января 2015 года, точнее 31 декабря 2014 года, мы докладываем губернатору о том, что мы все реализовали. У нас все дети в детских садах. На улице нет никого. Теперь за темпом строительства детских садов любой житель может следить с домашнего компьютера. На всех стройплощадках будут установлены веб-камеры. Часть из них уже работает. Трансляция ведется на сайте администрации района. Елена Бабина, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.